Здравствуйте! В этом кратком выпуске канала TranslarsCafe.com Я продемонстрирую магнитные свойства стекла, воды, графита и других веществ. Чтобы увидеть действие совсем небольших сил, мы будем наблюдать все это в воде. В диамагнитных материалах, таких как стекло, агат или кварц, в сильном магнитном поле создается собственное магнитное поле, направление которого противоположно внешнему полю. В результате такие материалы отталкиваются магнитным полем. Мы видим, что диамагнитные свойства воды сильнее, чем у стекла. Минерал агат состоит в основном из диоксида кремния, который называется также кремнезиумом. Обыкновенный песок – это тоже диоксид кремния, а стекло, как мы знаем, делается из песка. Поэтому можно ожидать, что агат будет отталкиваться магнитным полем, что и подтверждает наш эксперимент. Кварц тоже состоит из диоксида кремния, и, как вы видите, он также отталкивается внешним магнитным полем. Эти грифели изготовлены из графита с примесью глины. Графит также обладает диамагнитными свойствами. Тонкий лист пиролитического графита сильно отталкивается магнитным полем. Благодаря малой плотности пиролитический графит может левитировать в постоянном магнитном поле. Последний образец – авантюриновое стекло. Во всяком случае, так мне кажется. Это фактически обычное стекло с примесью металлической меди, которое варится в восстановительной атмосфере. К сожалению, я не могу объяснить, почему у этого стекла такие сильные магнитные свойства, почти как у феромагнетиков. Возможно, это не авантюриновое стекло. В серии других экспериментов мы послушаем звук, возникающий при изменении размеров и ориентации магнитных доменов в медленно меняющемся магнитном поле. Подписывайтесь на наш канал.